сегодня друзья на канале голос силиконовой долины я хотел с вами поделиться одним соображением соображение это относится к тому как оценивать себя вообще по жизни но в данном случае мы говорим в применении к проблемам иммиграции потому что вот этот вопрос который часто люди задают вот а как я смогу зарабатывать а если вот такая профессия если такая как я найду работу а сколько там платят и вот следующий вопрос который тоже к этому относится это вот если я получаю вот столько если смысл больше деньги и если деньги те же так чего я поеду это тоже вот как бы из этой группы тот инструмент который я вам сейчас покажу он позволит ответить и на те вопросы и на эти и может быть в целом вообще по жизни тоже будет интересно в других ситуациях есть некоторая довольно общая концепция того как происходит рост достижений человека есть концепция плато и подъемов вот есть ровная часть а есть подъем ровная часть подъем с точки зрения того как вот нас когда-то учили там диалектическому материализму переходу количества в качество вот я бы сказал что на плато ты набираешь вот это количество и создается возможность для перехода следующие качества в жизни так все происходит это не то что умозрительная схема так происходит жизни хотя изначально и довольно много рассуждений на эту тему идет в теории обучения когда говорят про кривую значит обучение кривая обученности там и так далее особенно в моторных навыках там всевозможных не не только так вот что я хочу сказать что в этой теории плато и подъемов есть несколько очень интересных закономерности вот я извиняюсь за уровень художественного исполнения но у тебя нарисовал такую картинку для вас вот тут у нас уровень достижения здесь у нас время которое занимает вот идет время мы начали чем-то заниматься достигли какого-то уровня вышли на плато дальше у нас есть две возможности возможность первое мы продолжаем оставаться на этом плато нам комфортабельно хорошо зарабатываем голова не болит туфли не жмут вот мы и что-то стратегию нашей деятельности стратегию то как мы живем что мы делаем как мы добиваемся результата если мы перейдем на более производительную стратегию то соответственно мы выходим уже через некоторое время на другое плато и живем на совершенно другом уровне и решаем свои задачи и соответственно получаем от внешнего мира так сказать больше но тут есть тонкость одна с одной стратегии деятельности перейти на другую стратегию деятельности, зачастую не удается безболезненно. Бывает, что безболезненно, а бывает, вот тут ямочка такая есть. Потому что перестройка сама по себе. В момент, когда ты перестраиваешься, у тебя что-то ты теряешь. Например, пока ты переезжаешь из одной страны в другую, у тебя какое-то время ты должен с языком разобраться, со средой, с тем, с десятым, проявить себя заново. И вот ты вот как бы упал. Но, так ты же потом вырастаешь сильно. Значит, что мы имеем в качестве проблем? Мы имеем людей, которые, увидев вот эту вот ямку, они говорят, о, нет, 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 что ты? И вот они из-за этого временного ухудшения чего-то, они теряют последующий рост колоссальный. Представьте себе ребенка, который быстро ползает. Да, мы знаем, что некоторые дети очень здорово ползают. Дети, которые здорово ползают, позже начинают ходить. Почему? Они успешные. В передвижении они успешные. Поэтому более продуктивная стратегия передвижения, не ползком, а ходить с прямой спиной, как вот люди ходят. Значит, она позже пробивается, когда действительно во что-то уже упирается этот ребенок. Вот это абсолютно вот то же самое происходит в разных областях. Вот, например, у нас школа, и мы учим людей, устраиваем их на работу, помогаем. И есть люди, которые мечтают, и вся их жизнь, и весь смысл их жизни и пребывания вот в нашем этом учреждении состоит в том, что их потом отведут на работу. Не самому искать, а чтобы тебя отвели. Они согласны за половину денег работать, лишь бы только не выходить на рынок. У нас бывает случай, человек приходит через 5 лет, он уже работает 5 лет, он приходит, и он плачет, и он говорит, если вы меня не устроите, я больше никогда работу не найду. Это не вопрос уже денег. То есть, что теряет человек? Он в своем развитии не прошел... Вот ему болезненно ходить на рынок, рассылать резюме, разговаривать с рекрутерами, у него стресс и так далее. Ну да, но надо это пройти. Кому-то страшно жениться, кому-то страшно ребенка рожать, кому-то... Но если мы это не пройдем, у нас никогда не будет семьи, у нас никогда не будет ребенка, у нас никогда не будет всех этих вещей. Поэтому вот это очень важный момент. Да, там есть что-то такое, там есть какое-то временное ухудшение, но ради этого временного ухудшения отказаться от всего, что за ним стоит, вот эта цена, которую ты платишь. Теперь есть еще один закон вот в этих всех кривых. Вот видите, вот у меня человек решил поменять стратегию, но он сделал это поздно. Чем дольше ты находишься на плато, тем болезненнее последующая перестройка, переключение на другое плато. Если ты не родил ребенка там в 22 года, а решил это сделать в 40, это более болезненно, чем в 22. Чем дальше ты откладывал, тем сложнее потом менять вот эту стратегию, перестраивать в данном случае организм. У нас, например, то, что в школе мы часто наблюдаем, вот человек, ему, скажем, 53 года, 55 лет, он последние 15-20 лет работает в хорошем месте, в Орокле, в IBM, в Майкрософте, бог знает где, хорошо так сидит у него, у него же появляется ощущение, что ему положено, что его вот как-то вот ему уже не трогать его не моги там и все, и вдруг бах, он теряет работу. И вот они приходят, половина из них уже на пилюлях от психотропных, потому что у них стресс, здесь в Америке врачи вот эти психотропные средства прописывают, вот как, я не знаю, как пурген. И вот они ходят, и у них вид такой, на день, счастливый такой. Многие так никогда с этих таблеток уже не сойдут, потому что так дискомфортно вообще без таблеток. Почему это произошло? Если бы они каждый год меняли работу, ну даже не меняли, ну пусть бы они на интервью ходили, я знаю людей, которые раз в год железно идут на интервью. Вот вывешивают резюме, ходят на интервью и чувствуют они так вот, как бы в форме. Но есть люди, у них другая стратегия, им дискомфортно это делать, понимаете? Им комфортно вот быть вот тут, они боятся вот этой ямки, вот они там сидят. Чем дольше это занимает, вот это сидение на плато, тем болезненнее последующий переход. То же самое мы сейчас пытаемся к эмиграции применить. То есть есть люди, которые не эмигрируют или сомневаются, или что-то их удерживают, просто потому, что они боятся вот этой ямки. Ребята, вы подумайте, ямка это не конец жизни, она здесь не обрывается, там дальше еще впереди. Вы, конечно, можете быть не уверены, есть люди, которые говорят, я там упаду в ямку, а с чего вдруг я поднимусь? Это, конечно, это отдельная история. Если ты живешь в стране, в какой-то специфическом таком месте, и занимаешься чем-то специфическим, и это за пределами этого уже не существует, а сам ты такой, что перестроится, ты уже не в состоянии, ну, конечно, сиди там, где есть. Вот это тот случай, когда уже точно там, не знаю, пригодился, не пригодился, но уже где родился, там и помер. Теперь, если ты сравниваешь деньги, которые ты сегодня получаешь, допустим, ты молодой, энергичный, хорошо зарабатываешь, и ты говоришь, а вот там, вот я уеду, что, я и сейчас там столько получаю, на минуточку, ну, ты, может быть, даже и меньше получишь, когда в ямку ты упадешь. Может быть, ты начнешь с меньших даже денег, но ты посмотришь, что у тебя дальше происходит. Если ты веришь в то, что ты можешь, и в то, что ты действительно специалист, и в то, что у тебя перспективы, ну, так о чем мы вообще говорим? Поэтому не надо сравнивать деньги, когда ты вышел на плато в каком-то месте, с деньгами, которые у тебя будут, когда ты поднимешься еще на пару других плато, в профессиональном своем росте и, соответственно, в компенсации. Вот это то, что я вам хотел сегодня рассказать, вот эта теория с плато, и вот это пара фишек, так сказать, в этой теории, то есть в том, что есть болезненный такой переход временный, и то, что чем дольше вы сидите на этом плато, тем болезненнее потом будет этот переход. Вот это я хотел, чтобы вы как метод использовали, когда вы оцениваете разные вещи, чтобы видели это в динамике. Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok